Вы увидели? Змеючка меня высадила немножко. Нельзя так неаккуратно ходить. Ну, походу, это был простой уж, но все же, я не знаю, какие змеи тут еще водятся. Наверное, пройдусь по дороге. Да. А хотите, покажу вам немного местность? Домики? Может быть. Черт. Ладно, я стесняюсь людей. Ухожу снова в дебри. А то они на меня странно смотрят. Наверное, они часто здесь ходят, чуваки, с телефоном на палке. Домики. Да, вам не показалось, здесь довольно много мусора. Как я уже говорил, в Польше неожиданно много мусора является на улицах, в зеленых зонах. Это очень было заметно во Брославе весной, когда еще не было, когда еще все не заросло. Вообще, я в шоке был. Ну? Ничего. Я справился. А что я нашел здесь? Черт. Ладно, двигаемся дальше. Фу, боже. Просто хочу немного поснимать природу. Она здесь довольно-таки красивая, это предгорная местность. Как бы наши украинские Карпаты, только с другой стороны. Здорово. О, пойдем туда. Ну, в общем, я вдохновлен видами. Мы скоро уезжаем, поэтому решил немножко прогулять. Пока можно. Это круто. Я, наверное, со стороны выгляжу очень странным. Типа, типа, бегает по берегу, по камням с палкой, от телефона в руке. Но мне так похер. Смотрите, что я сотворил. Стою, а он проплыл мимо меня здесь вот. Теперь заплывет еще куда-то. Мячик. Вот так вот взмах крыльев бабочки в одном месте создается эпитоклизмом в другом. Короче, каждый поступок имеет свое следствие. Пока, мячик. Я вообще ищу место, где можно перейти эту речку, но, видимо, я его не найду. Здесь никак. Поэтому уйдем в кусты. Посмотрим, что здесь бомжи жили, что ли. Превать их. Настоящий джунгль. Так, классно. Вот что меня вдохновляет, на самом деле. Путешествую. Общение с природой. Прогулки. Это же так здорово. Такие простые радости. А здесь у нас какой-то тренировочный маленький лагерь. В сраном селе. Отличные силы. Просто понимаете уровень, да? Сегодня развитие. Бери, занимайся. Это я вам еще не показывал футбольное поле здесь. И качалку прямо на улице. Все как у людей, все как у людей. Вообще поляки очень добродушные и веселые, оптимистичные. Даже те ребята, с которыми мы работали на пилораме. Казалось бы, такая тяжелая работа. Какая-то непрестижная вовсе. И совсем мало радостей там никаких. Но все равно они веселятся. Шутят постоянно, смеются. Ментальность. Я в Украине не встречал что-то так. Чуваки. Работая на пилораме, так были настолько оптимистично настроены. И к жизни. Вообще, если хотите, могу рассказать более подробно про работу на пилораме. Пишите в комментариях. О, кажется, я вижу мост. Ну, туда и направимся. А это место, где мы работали. Углубляться не буду, а то еще обидится. А так, по шпионе немножко. А так, по шпионе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...